Сегодня во время нашей экскурсии по Фельдмонекопарк вы познакомитесь с новыми, недавно открытыми экспозициями, а также узнаете о наших планах и реконструкциях. Ведь Фельдмонекопарк постоянно находится в развитии, и старые временные вольеры, по мере возможности, мы меняем на современные и в чем-то даже новаторские экспозиции. Те животные, которые не агрессивные, которые не мешают человеку, не обидят человека, везде должен быть абсолютный контакт, но не мешая животному, не вторгаясь на его, скажем, очень узкую территорию. Этот вольер позволяет быть с лемурами и зимой, и летом, к ним можно зайти, их можно кормить, они с удовольствием принимают гостей, не кусаются, и очень игривые. То есть, если будет позволять возможность, будем делать такие вольеры постоянно. Животные чувствуют себя совершенно по-другому, когда находятся на земле, когда находятся под деревом, когда находятся вне вынужденной экспозиционной части. Вынужденные – это когда его насильно показывают, а он не может спрятаться, не может скрыться. Мы подстраиваемся под их интересы, пытаясь использовать их для малышей, для тех людей, которым это интересно. Ничто и никто не может заменить тактильное чувство. Люди, которые заходят в лемурник, а когда лемур берет лапками за руку и ест с руки, это удовольствие, которое мне как взрослому нравится, а малыши пищат. Мы сегодня находимся возле комплекса «Авиарий», в котором находится семейство птиц-носорогов, которые нам были переданы из чешского питомника. На сегодняшний день мы построили новый объект, который соответствует нормам для этих птиц, нормам для их нормального разлета, для нормального существования и подальше для нормального размножения этих птиц в нашей коллекции. Главная задача была не разделяемое зимнее помещение с летними вольерами, выход напрямую, без того, чтобы их ловить, травмировать, ну вернее не травмировать, а стрессовать. Эту задачу на сегодняшний день мы справились, мы сделали достаточно большие вольеры, которые имеют туннель, которые входят в зимнее помещение, где могут птицы спокойно выходить и заходить в зимнее помещение. Задача на этот год, до конца этого года мы должны обязательно закончить вольер по такому же принципу, это приматы Африки и следующий объект это медведи, бурые медведи. Эти вольеры не предназначены для этих животных, так как они были построены некоторое время назад, и они были построены для разных хищных кошек, да, и для этих кошек они вполне были нормальные и вполне соответствуют нормам. Мало того, эти вольеры были соответствующие по квадратным метрам и для медведей. До 2010-2013 год, да, эти площади были 50 квадратных метров на одного медведя взрослой особи. На сегодняшний день в связи с изменением законодательства и с увеличением норм площади на одну взрослую особь до 150-200 квадратов эти вольеры не соответствуют. То есть у нас на сегодняшний день у нас стоит такая экстренная задача срочно строить вольер для этих животных, который будет с доступом воды, лес, вода, как естественной природе. Площадь этого вольера будет колебаться в районе двух гектаров для этих животных. Медведи – это очень дорогое удовольствие. Медведь роет, медведю надо делать отжимные барьеры, копать трехметровые глубины ямы, вставить бетонные блоки и так далее, и так далее. Очень тяжело. То есть мы сами не успеваем, не можем эти вещи делать, делаем их поступательно. Пускай люди нас извинят за те временные неудобства, которые они сталкиваются, которые видят. Мы не финансируемся государством, мы финансируемся за счет собственных средств, фонда и тех пожертвований, которые дают люди. Дай Бог, чтобы всем было хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!